Субтитры делал DimaTorzok И вот в этом фрагменте Иисус Христос уже разговаривает с Иоанном И объясняет ему, каким образом будет доноситься и объясняться это видение Итак, мы снова задаем себе вопрос, можно ли доверять тому, кто написал эту книгу И как раз в 9 стихе мы с вами находим информацию об авторе этой книги Он пишет о себе, я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа Был на острове, называемом Патмос Другими словами, Иоанн был известен своим читателям, они его знали Они его могли узнать, это была известная личность Он говорит о том, что он был соучастником в скорби во время правления императора Домициана Скорее всего, ему было лет 95 Однако мы видим, что он знал, кем он был Он знал, где он находился И он знал, когда все это происходило Мы с вами знаем, что в старости некоторые люди забывают вот эти вот три основных понятия Кто он, где он и какое сейчас время, когда все происходит Однако мы с вами видим Иоанна, который живет в реальности и эту реальность знает Другими словами, он не был в замешательстве Он не был безумным И он не был неизвестным человеком для своих читателей Однако мы должны помнить всегда о том, что не он придумал это все Не от него исходило это откровение Далее в 10 стихе мы с вами читаем Я был в духе в день воскресный И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил Здесь уже говорит Иисус Христос Далее идут его слова И далее Иисус Христос говорит ему в 11 стихе То, что видишь, напиши в книгу Он дает ему повеление Говорит, напиши то, что ты увидел Увидишь в этих видениях Поэтому он был просто писарем, а не автором Обратите внимание на то, что Иисус Христос говорит Напиши то, что видишь Он не просит его написать то, что ты думаешь По этому поводу И когда мы с вами будем читать книгу Откровения То мы увидим, что Иоанн время от времени задает вопросы Он говорит, кто эти люди? А что означает это странное видение? Что это за десять рогов? Я абсолютно уверен в том, что Иоанн понимал Откровение точно так же, как и мы То есть не совсем его понимал Он просто писал то, что видел И вот мы видим с вами истинный источник этого Откровения Как он здесь описывается Потому что истинный источник этого Откровения Может давать повеление Он дает повеление Вот в одиннадцатом стихе мы видим как раз эти повеления Напиши в книгу И пошли церквам Оба эти повеления, естественно, находятся в повелительном наклонении Это глаголы в повелительном наклонении Также он является как некто власть имеющий Вот тринадцатый стих, посмотрите И посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому И вот это описание, которое мы находим в тринадцатом стихе Подобно Сыну Человеческому Соответствует тому описанию, которое можно увидеть в книге Даниила В седьмой главе с девятого по четырнадцатой стихи И вот в этом фрагменте, в котором у Даниила Он описывается как ветхий днями Такое используется выражение Поэтому можно сделать вывод, что описание, которое мы находим в книге Откровения в первой главе в тринадцатом стихе А также в книге Даниила в седьмой главе с девятого по четырнадцатой стихи Это описание Бога-человека И есть только одна личность, которая является как и Богом, так и человеком И естественно, что это Господь Иисус Христос Далее мы с вами видим реакцию Иоанна Как же он отреагировал на то, что он увидел В семнадцатом стихе записана его реакция Написано, что он пал к ногам его, как мертвый Может, в обморок упал Для того, чтобы упасть как мертвый Или вот в обморок упасть мужчине Необходимо что-то вот такое вот действительно увидеть, необычное Однако Бога-человек взял его И он украл его И сказал, что не боится Естественно, в такой ситуации, когда вы встречаетесь с Богом Страх — это естественная реакция Однако вот это просто замечательное место Вот этот фрагмент в книге Откровения Когда здесь сам Иисус Христос В момент нашего беспокойства Нашего ужаса Поднимает и говорит Не бойся Другими словами, мы с вами должны помнить о том Что нам не следует бояться Бога Нам нечего страшиться Единственное исключение Если мы не приняли его благодать И с другой стороны Нам не следует бояться Сатаны Если Иисус Христос является нашим защитником Почему же мы должны не бояться? Почему мы не должны бояться? Иисус Христос объясняет Почему? Не бойся Я победил смерть Говорит Он И эта идея выражена следующим образом Я живой и был мертв И все жив во веки веков Аминь Далее Он говорит о том Что и имею ключи Ада и смерти Когда вы будете встречать это слово Ключ В книге Откровения Всегда знайте, что речь идет о власти Говоря, Я имею ключи И Иисус Христос говорит Я Верховный Владыка во Вселенной Это именно тот, кто просит нас довериться Ему Именно поэтому Иисус имеет право Открывать нам истину И Ему можно доверять Итак, мы читаем с вами Откровение И говорим, что это Откровение Иоанна Богослова Однако должны помнить о том Что получено оно от Иисуса Христа И Он поверил в то, что Он услышал И был настолько ошеломлен Что упал как мертвый Другими словами Это не был просто сон Какой-то сон, что вам приснился А потом вы под утро просыпаетесь в шоке Это было видение Которое было дано надежному человеку В реальном времени И естественно, что это было очень яркое событие И очень важный опыт в жизни Иоанна Большое дело начинается с малого пожертвования И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminary.com Немного хочу сказать о том, о чем часто пишут В различных толкованиях, когда речь идет Об иудейской апокалиптической литературе А кто вообще такое выражение слышал Иудейская апокалиптическая литература? Хорошо, что вы этим не занимаетесь Хорошо, что вы это не изучаете Очень многие приверженцы теории, которые считают Что не следует изучать книгу Откровения Считают, что она просто относится К вот такому сборнику В такой категории Иудейская апокалиптическая литература Другие, которые считают Что мы называем апокрифой Другие, значит, книги, которые относятся к той же литературе Мы их называем апокрифами И они были написаны людьми, которые утверждали, что были там Абраамом или Моисеем Однако люди знали, что на самом деле автор Этих книг не могли быть ни Моисеем, ни Авраам Однако эти авторы писали, что я там Абраам, я Моисеем И пишу вот это Никто, однако, не утверждал, что они получили эти послания Эти видения от Иисуса Христа Единственные две книги, которые входят как в канон Так и в эту иудейскую апокалиптическую литературу Это книга пророка Даниила и Иезекииль Однако Даниил и Иезекииль включены в канон А остальные апокрифы не включены в канон А именно поэтому многие книги, которые относятся к этой литературе, которую мы называем апокрифами Они не были приняты церковью, они были отвергнуты ею И выделены в отдельную категорию, не включены были в канон А вот книги, которые относятся к этому литературному жанру Они пессимистично описывают настоящее И однако тот факт, который отличает те книги апокрифические от книги Откровения Заключается в том, что Иоанн использует собственное имя А не используют имя какого-то ветхозаветного персонажа И мы с вами должны помнить о том, что книга Откровения была написана известным человеком Который использует собственное имя и также утверждает, что получено это сообщение было от Иисуса Христа Однако есть такие люди, которые не хотят верить в то, что написано в книге Откровения И относят ее к иудейской аполитетической литературе Тем самым, говоря, что можно эту книгу отвергнуть Нужно ее не принимать Однако на протяжении девяти веков Церковь принимает книгу Откровения как часть канона А вот другие апокрифы, которые также относятся к иудейской апокалиптической литературе Они не считают каноном Итак, вот в этой первой главе мы с вами установили источник Откровения Иисус Христос И то, что Ему можно доверять, что это надежный источник И также установили надежность автора, который записал это Откровение Иоанна И мы с вами не пользовались ничем, кроме текста Можно сказать, что сам текст книги Откровения и доказывает само Откровение Потому что здесь даются такие заявления и утверждения о самой книге И мы либо верим в эти заявления, либо принимаем их, либо нет Поэтому вернемся еще раз к третьему стиху Первой главы, в котором написано Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего Обратите внимание, здесь говорится о том, что блаженным будет тот, кто читает и слушает И кто серьезно воспринимает, то есть принимает близко к сердцу слова эти Другими словами это означает тот, кто верит в эту книгу Если вы верите в то, что написано в книге Откровения, если вы уверовали в Иисуса Христа и доверяете Ему, то вы знаете вашу судьбу, что вы окажетесь в раю А тот, кто не верит словам написанным в этой книге и о том, что события произойдут такие Тот, кто верит словам Антихриста, тот и отвергает Иисуса Христа тем самым, тот попадет в ад С одной стороны, блаженны некоторые, но прокляты другие Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии Субтитры создавал DimaTorzok